Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня у меня для вас рецепт классического бисквита. Но выпекать будем бисквит без духовки в кастрюле на газовой плите. На моём канале есть один рецепт такого бисквита двухлетней давности. Но в том рецепте я в тесто добавила разрыхлитель. И по этому поводу я получала очень много комментариев. Можно ли готовить такой бисквит без разрыхлителя или без соды? Поэтому я решила отснять рецепт этого бисквита второй раз, но без соды и разрыхлителя. Нам для этого сегодня понадобятся всего три ингредиента. Мука, сахар и яйца. Я взяла ещё ванилин для ароматизации бисквита и лимонный сок. Если его у вас нет, то вместо него можете взять щепотку соли. Это делается для того, чтобы стабилизировать белки. Выпекать буду бисквит в такой алюминиевой кастрюле. Диаметр моей кастрюли 22 сантиметра. Кастрюля, как вы видите, не толстая стеная. Дно я всего лишь покрыла пергаментной бумагой. Дно и бока кастрюли ничем не смазывала. Нам ещё понадобится полотенце. Это сверху мы накроем кастрюлю и потом только ставим крышечку. И для этого бисквита нам ещё понадобится вот такое приспособление. Это рассекатель огня. Это приспособление огонь распределяет равномерно по дну кастрюли. Это ставится на плиту, на конфорку. И сверху ставится уже кастрюля. Пока это всё оставлю в сторону. Я заранее отделила желтки от белков. Для того, чтобы у вас получилось хорошее, правильное безе, ваша посуда должна быть чистая, обезжиренная. Если вы хотите получить жёлтый бисквит, то желтки отдельно не взбиваем. Сразу по одному добавляем уже хорошо к взбитым белкам. Сначала взобьём белки на средних оборотах миксера до пышной белой пены. Если вы будете взбивать белки с солью, то соль добавляйте на этом этапе. У меня получилась вот такая пышная белковая пена. С этого момента начинаем добавлять сахар. То есть половину порции сахара добавляем к белкам, а остальную половину оставляем для желтков. Сахар вводим понемножку. Я столько сахара оставила для желтков. И теперь сюда добавлю лимонный сок. После добавления лимонного сока взобью белки ещё около 1 минуты. Они у меня должны получиться крепкие и глянцевые. У меня получились вот такие очень плотные, пышные, взбитые белки. Залог хорошего бисквита – это хорошо взбитые белки. Правильно взбитые белки. Теперь это мы пока оставим в сторону. Так, кстати, если вы хотите получить жёлтый бисквит, то можно желтки отдельно не взбивать. По одному добавлять в желтки уже к хорошо взбитым белкам. Но я этого делать сегодня не буду. Я отдельно взобью желтки с оставшимся сахаром. Нужно жёлтки взбить с сахаром до белой пышной массы. И сюда сразу можно добавить ванилин. Яичные жёлтки с сахаром увеличились в объёме и повелели. Теперь в эту массу добавим половину порции взбитых белков. Теперь перемешиваем на низких оборотах миксера. Я поставлю на единицу. Я смешала недолго. Теперь миксер нам больше не нужен. Добавляем муку. Обязательно просеиваем. Ещё одно правило для получения хорошего бисквита – это обязательно нужно просеивать муку дважды или трижды. Я один раз просеяла уже, это уже просеиваю второй раз. Муку добавляем частями. В два или в три прёма. Перемешиваем лопаткой. Аккуратно снизу вверх. Добавляю последнюю порцию муки. Аккуратно, но хорошо. Нужно перемешивать, чтобы не осталось непромешанной муки. Получается вот такая гладкая, однородная масса без комочков. Теперь эту массу выливаю к оставшимся белкам. Опять перемешиваем аккуратно, снизу вверх, круговыми движениями. Надо это всё делать аккуратно, чтобы тесто не опало. Но и не должно быть непромешанного белка. Очень пышная масса получилась. Тесто уже готово. Это тесто не любит долго ждать. Как вы его приготовили, нужно сразу выпекать. Распределяем тесто в кастрюле равномерно. Тесто поставлю на плиту, на рассекатель. Тесто поставлю на плиту, на рассекатель. Сверху накрою полотенцем. Поставлю крышечку. И на крышечку нужно положить груз. Это делается для того, чтобы крышка кастрюли очень плотно прилегала к кастрюле. Чтобы оттуда не вышел пар. За счёт пара наш бисквит хорошо поднимется и пропечётся. Вот так выглядит наша конструкция. Вот таким должен быть огонь под кастрюлей. Для приготовления этого бисквита нам понадобится приблизительно 1 час. По истечению этого времени я открою кастрюлю и посмотрю на готовность. Проверяется деревянной шпажкой. Шпажка выходит без остатков теста. Значит бисквит уже готов. Прошёл уже 1 час. На кухне чувствуется приятный аромат бисквита. Я сниму свою конструкцию. И посмотрим готов ли уже бисквит. Бисквит уже готов. По бокам уже порозовела. Проверяем шпажкой. Шпажка выходит сухая. Бисквит без следов теста. Значит уже отключаем плиту. Переверну бисквит на решётку. И дам слегка остыть. Пока не буду снимать из кастрюли. 10-15 минут оставлю так в кастрюле. Бисквит слегка остыл. Достану его из кастрюли. Пройдусь ножом вдоль стенок кастрюли. И сниму на решётку. Вот такой красивый бисквит у меня получился. Бисквит оставлю на решётке. Дам полностью остыть. Теперь я хочу порезать и показать, как он получился внутри. Бисквит, выпеченный в кастрюле, сверху получится белым. Это только один такой недостаток этого бисквита. Но хотя я люблю, когда бисквит сверху белый. Он у меня получился высотой 6 сантиметров. Его можно спокойно разрезать на 3 каши. Вот такой бисквит у меня получился. Он очень ароматный, очень-очень лёгкий. Но тут есть один нюанс. Бисквит, приготовленный без разрыхлителя или без соды, немножко получается плотнее. Такой бисквит очень хорошо подходит для больших тортов. Он хорошо выдержит нагрузку. Вот такой, очень лёгкий, очень воздушный, очень пористый. Советую 1 треть муки заменить кукурузным крахмалом. В этом случае у вас получится очень пышный, очень нежный и мелкопористый бисквит. Хорошо остывшие бисквиты или бисквитные коржи можно завернуть пищевой плёнкой и хранить в холодильнике до недели. А в морозильнике до 2-3 месяцев. Таким способом в кастрюле можно испечь и шоколадный бисквит, и медовый бисквит. Так что, если у вас нет духовки, всё равно вы не останетесь без сладкого. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!